Чэнь Сиянь, как и почти три тысячи её коллег по ВСНП, перед поездкой на сессию в Пекин обходит жителей своего избирательного округа. 67-летняя народная представительница до избрания занималась сельским хозяйством. Кому, как не ей, продвигать закон о продовольственной безопасности. «В такой стране, как Китай, где 800 миллионов людей из сельских районов, приемлемый уровень продовольственной безопасности – одна из важнейших опор стратегии развития и планирования». Так думают не только народные представители сельскохозяйственных районов. Хан Цюсян представляет двухмиллионный портовый городской округ Инкоу, той же провинции Ляонин. По её мнению, быстрая урбанизация Китая только повышает актуальность его продовольственной безопасности. «Мы должны осознать, что даже хотя страна самообеспечена зерновыми, такими как рис, пшеница, импортные кукурузы и соя, всё ещё составляют значительную долю общего продовольственного потребления. Новый закон поможет решить проблему с помощью точного земледелия». В составе комитета ВСНП по делам села и сельского хозяйства Хан Цюсян в прошлом году участвовала в подготовке закона о сокращении продовольственных потерь. Он ввёл штрафы за нарушение правил хранения и транспортировки продовольствия и ограничил общий ПИД в неоправданных закупках. В августе в стране стартовала кампания по борьбе с пищевым расточительством. Депутаты ВСНП ожидают такого же эффекта от закона о продовольственной безопасности. «Также как закон о сокращении продовольственных потерь, который прояснил правовые механизмы борьбы с потерями во время переработки, хранения, транспортировки и потребления, проект закона о продовольственной безопасности должен обеспечить полномасштабное регулирование наличия, доступности, использовании продовольствия и стабильности поставок». Самая населённая страна мира десятилетиями уделяла особое внимание продовольственной безопасности. С официально объявленной победой над крайней бедностью угроза голода ушла в прошлое. Однако с ростом благосостояния населения на первый план выходит безопасность и качество продуктов питания. Темы, которые также будут отражены в новом законе о продовольственной безопасности. Редактор субтитров А.Семкин